Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем доброго утра еще раз. И, я понимаю, какая-то приятная новость, наконец-то. Да, приятная новость. Продолжение темы, которую только что обсуждали. Ну, с ательером мы говорили о том, что ничего не происходит, откуда взять гостей. Так вот, на следующей неделе, после длинных праздников, правитель, ну, министр иностранных дел трех стран Балтии обсудит возможность создания, возобновления этого самого Балтийского пузыря, то есть свободное передвижение в пределах Эстонии, Латвии и Литвы. Ну, слушайте, ну, на пустом месте тоже отличная, хорошая новость. Если договорятся, можно будет хоть куда-то выехать, наконец-то, хоть какие-то путешествия прибалтийские, посмотреть, что происходит за углом, за одним, за вторым. Ну, это позитивная новость, я считаю. За четвертым и за пятым. Я вот забыл рассказать про любопытную дату, связанную с 29 апреля. Дело в том, что в этот день, в 1925 году, на 14-й партийной конференции, Николай Бухарин впервые произнес сакраментальную такую фразу «генеральная линия партии». И затем это выражение очень активно использовалось, там, до того момента, уже пока партия не перестала существовать. Но о самом Бухарине как-то вот через 13 лет-то его расстреляли. Он из видных теоретиков-любимцев партии превратился в злейшего врага, в фашистствующего, значит, там, предателя, которого расстреляли как бешеную собаку. Но вот интересно, что в семье Бухарина сохранилась такая, не то чтобы легенда, но когда вот он выезжал по каким-то делам за границу, он встретил, вот, по-моему, дочь Бухарина это рассказывала, он встретил цыганку. Это было уже, ну, после революции, он там выезжал уже в статусе, там, одного из партийных лидеров, хозяйственных лидеров. И она ему нагадала, ну, то есть она предложила ему погадать по руке, и она ему сказала такую фразу, которая его поразила. «Вас казнят в собственной стране». Он был потрясен и говорит, так что, неужели революция, ну, вот, падет, вот, советская власть закончится, то есть у него даже в мыслях не было, что, ну, как бы... Что свои же, собственно, не порешают. И она говорила, я не знаю, что вот, насчет вот того, что там советская власть останется, не останется, я вижу просто по вашей руке, что вас казнят в собственной стране. И вот эти вот, ну, потом он просто, я понимаю, в семье рассказывал, и, ну, понятно, что когда все это случилось, это его семью, очень сильно потрясло. Давайте потрясемся, и мы с нами на связи. Связь установлена, проверена. Наталья Бушурова, консультирующая астропсихолог, преподаватель астропсихологии, руководитель Латвийской ассоциации астропсихологии и психоанализа. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Подводку вы сделали про цыганку. Про будущее. Про будущее, про то, что вот, что день грядущий нам готовит. Что май грядущий нам готовит. Ну, хочется узнать две вещи. Первое. Что ж так все напряжено в последние дни? Что такое на небе происходит? Что на земле отражается? Розовая луна. Да, вот это суперлуния, что это означает. И долго ли будет еще влиять на нашу повседневность. И в самом деле наступающий месяц май. Хотелось бы, чтобы он был шелестящим, зеленым. Как говорил Марк Твен в Геккельберифине. И вот посмотрел один человек через правое плечо на полную луну. И не прошло, и 13 лет, как упал с крыши и сломал с ногу. Вот видите, все работает. Наталья, вам слово. Хорошо. Да, почему? То есть я пыталась уловить вопрос. Первый вопрос, почему же мы так все себя чувствуем сейчас? Да. Откуда эта напряженность? И если вас не затруднит, либо чуть громче, либо ближе к микрофону. Чтобы не пропустить ни одного слова. Напряженность. Напряженность по причине того, что только что состоялась полнолуние. 27 числа вот эта суперлуния, кровавая луна, розовая луна. И любое полнолуние, конечно же, вызывает напряженность, накал, воспаленное состояние дает. Воспаляется все то, что должно воспалиться в каждом отдельно взятом человеке. С чем пришли в эту точку, то и воспалится. Это может быть и что-то по состоянию здоровья, это может быть и какая-то проблема, которая долго замалчивалась, она все-таки выйдет на поверхность. Поэтому, конечно, мы напряжены и раздражительны, потому что полнолуние. Каждый ли раз это полнолуние вызывает в нас такую раздражительность? Ну, по большому счету, да. Любое полнолуние вызывает у нас раздражительность. И об этом знают, осведомлены и те же медицинские работники. То есть они понимают, что в этот период будет такой пик обращений к врачу, к медицинским специалистам. Об этом осведомлены работники правоохранительных органов. Они знают, что вот этот пик раздражительности, как правило, ведет за собой соответствующий всплеск правонарушений. Да и, честно говоря, работники средств массовой информации тоже прекрасно осведомлены об этом. Потому что тоже учащаются подобные случаи, обращения и проявления, и реакции. Но это все бывает дважды в месяц. Либо полнолуние, либо новолуние. Кто на что реагирует. Все мы люди, каждый индивидуально. Но именно вот эта вот кровавая луна, суперлуна, из одного названия следует, что все не просто так, а обостряется все в квадрате, в кубе. Когда это все закончится? Когда уже отпустят? Вот любят задавать подобные вопросы астрологам, когда закончится. Все это закончится тогда, когда мы все уйдем в мир иной, видимо. А вообще жизнь не предполагала то, что это будет абсолютная сахарная вата и манная каша без комочков. Поэтому в любом случае нам надо жить и с чем-то противостоять, и с чем-то бороться, и что-то преодолевать. Наталья, знаете, вспоминается такой анекдот, а вы точно психолог? Да, да, я точно астропсихолог. Но давайте расскажу, наверное, что май, то есть начало мая, в принципе, уже с 30 апреля по 1 мая состоится очень такая интересная встреча солнца и урана. И если мы говорим о состоянии возбуждения, то, в общем-то, оно здесь продолжится. Но это соединение произойдет в знаке Терца. Именно какую сферу в основном это затронет? Это затронет сферу, относящуюся к финансово-экономической сфере. То есть, возможно, будет какой-то интересный бунт в сфере финансов, какой-то переворот. Вообще очень серьезный акцент знака Терца, то есть перегружен. Много планет находятся одновременно в знаке Терца. А значит, это может повлечь за собой определенные такие перемены. Почему еще? Потому что Венера, планета, которая сигнификатор денег, она соединяется с так называемой точкой Черной Луной или Лилит. Это искушение. Наши искушения, конечно, они каковы будут по соединению Венеры и Черной Луны. Это совершить опрометчивый выбор. Выбор в чем? Ну, приобретение нити сделать. Этот, кстати, точный аспект состоится 2 мая. То есть, начало мая, в общем-то, грозит нам тем, что мы можем выбрать не то и не того. А, и это не только предметы, но и люди могут быть, да? Конечно, конечно. Особенно будут, не хочется сказать, не в себе, но это первое, что пришло мне на ум, женщины. Потому что Венера все-таки это женская энергетика в соединении с Черной Луной. Лучше не смотреть по сторонам мужчинам, которые находятся в паре, потому что женщины могут очень повести себя резко. Не понравится это женщинам. Но не только женщинам. То есть, мы вообще очень ревнивы, ревностно относимся, будем относиться к своему выбору, к своему объекту любви, к своим деньгам. Но при этом все-таки риск опрометчивых покупок вложений достаточно высок на начало мая. То есть, не приобретаем ничего, не подумав 10 раз. Да, да. Вообще, начало мая такое, что взбалмошность у нас будет в выборе, взбалмошность и непредсказуемость в том, что мы озвучиваем, взбалмошность и непредсказуемость в наших тратах. В принципе, ну, по-хорошему, давайте просто отдыхать на майские праздники с чувством, с толком и с расстановкой. Кстати, вот это соединение солнца и урана в самом начале месяца. Если есть приусадебный участок, то прекрасно на этом аспекте вспахать, перепахать, посеять и пожать уже осенью. Но, тем не менее, работает. Напоминаю, мы беседуем о ближайшем будущем с Натальей Бушуровой, консультирующей астропсихологом. Ну, продолжайте, Наталья, продолжайте. Это начало мая. Начало. Первая неделя сдержанно отдыхаем, все на огород что-то покопали. Хорошо, дальше. Дальше. Дальше вся эта группа товарищей, которые находятся, а именно планеты, в знаке близнецов, они постепенно будут, в знаке телеца будут постепенно переходить в знак близнецов. Это такой легкий знак, воздушный. Это общение, общительность, это коммуникация. То есть, станет нам полегче, повеселее. Близнецы, они такие товарищи с юмором. Поэтому ко всему стоит относиться с большей легкостью. И на ваш вопрос, а когда же станет легче, вот полегче станет тогда, когда там 4 мая Меркурий перейдет в знак близнецов, 9 мая Венера перейдет в знак близнецов. Но если мы говорим, опять же, возвращаясь к деньгам или к деньгам, и к нашему выбору, к нашей любви, к нашим романтическим отношениям, то Венера в знаке близнецов, она такая ветреница большая. Поэтому в своем выборе мы будем не очень серьезны, легки. Но будем покупать с удовольствием, разговаривать будем с удовольствием, зашутить и встречаться. И важная ремарка, забегая вперед, у нас в конце месяца Меркурий становится ретроградным. Это уже, наверное, из каждого утюга буквально звучат всегда предупреждения. Ретроградный Меркурий, все будет плохо, все будет страшно. Но плохо и страшно не будет, но тем не менее, если есть идеи, подписание чего бы то ни было серьезного, заключение каких-то серьезных сделок, встречи, обсуждения, которые действительно значимы, то лучше это сделать до 25 мая. Фу, да, верно, мая. Я уже запуталась с месяцами, потому что, глядя в окно, не скажешь, что у нас уже май на пороге. А потом, когда можно снова вернуться к подписанию каких-то важных документов, если кто-то пропустил? А потом, а потом, а потом это уже будет у нас июнь месяц, июнь месяц, 23 число, возвращаемся. Ну, так себе возвращение к подписанию договора в 23 июня. Там Лигана, да, опять все в сад. Ну, да. Нет, ну почему, ну не все же только на приусадебном участке. Не, ну выходные просто там. Ну, достаточно условно, да, все в сад в огород, конечно. Ну, праздники, просто опять праздники. Слушайте, ну, 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 то есть такая вот, получается, некая синусоида. До начала мая, пожалуйста, надо предостеречься. Никаких резких движений, заявлений, отношений там налево-ни-ни. А через неделю можно попробовать на полшажочка. Да? Можно? На полшажочка. Нет, ну можно и на полный шажочек. Почему же? Ну, только надо понимать, что пока Венера будет находиться в знаке Близнецов, если мы про налево, да, говорим, то все эти романы, или направо, не суть, то все эти романы будут легкими, приятными, но недолговечными. В общем-то, может быть, это и не надо тем, которые на это нацелены. А может, это и неплохо, потому что давно что-то как-то вот хочется какой-то легкости, бесшабашности, чтобы май озорник вот что-то там опахал, и нет, нет. Как там было в этом старом романте? Я не знаю. Вот май озорник, свое опахал. Слушайте, вы побеседуйте, я пока погуглю, а можно так договориться с вами? А у нас между тем кто-то прозванивается, да, и звонок. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А у меня вопрос. Вот как полнолуние, потом парад планеты, Марс, Венера, как они на нас влияют? Каким образом? Что там? Излучение какое-то, звуковые волны или что? Вот как это до наших мозгов все доходит? Спасибо. Спасибо. Как работает механизм воздействия? Знаете, это очень, на самом деле, всегда интересно. То есть, так не хочется воспринимать информацию, которой нет реальных подтверждений физических, очень часто нам. Вот дайте мне, пожалуйста, объяснение. Вот как это на нас влияет? Но влияет в любом случае. Как? Каким образом? Мы же не можем этого исключать. Мы прекрасно осведомлены о том, что на нас влияет фаза Луны. То есть, мы это видим, как она, эта Луна, в зависимости от фазы, влияет на природные какие-то явления, приливы, отливы и так далее. То есть, мы же не можем этого исключить. Но объяснять механизм это достаточно долго, и я думаю, это не в прямом эфире. Но, может быть, мы отдельно посвятим этому целые эфиры, будем рассказывать о механизме влияния на людей. Но, тем не менее, оно существует. Давайте пока на этом остановимся. Давайте, а я, между тем, нашел, нашел то, что я хотел найти. Так, рекламу сейчас закрою и процитирую. Значит, Константин Фофанов, стихотворение 1885 года. Одно из четверостиших, значит, в нем. Что-то грустно мне, что-то сердцу больней, или взгрустнулось мне обывалом. Это мой баловник, это мой чародей, верит свежим своим апохалам. Так что я почти правильно все запомнил. Наталья, у меня вот вопрос. Ведь вы говорите о том, что это влияет. Влияет, в том числе, на принятие каких-то важных решений. Я знаю, что, например, Рональд Рейган, он действительно был очень помешан на астрологии. И у него был персональный астролог, который консультировал его, когда можно проводить важные встречи, совещания, принимать важные решения. Вот современные политики, я понимаю, что они вряд ли, конечно, афишируют, ну, в силу, может быть, того, чтобы бояться за свою репутацию, может быть, какие-то такого рода связи. Но, тем не менее, есть ли какие-то у вас информации о том, что принимают ли они решения под воздействием не веществ, а вот как раз-таки планет. Прекрасно. Хотя иногда кажется, что первый вариант боли. Понимаю, что они решения под воздействием не веществ. Астрологов, астропсихологов мой ответ утвердительный. Да. И я это говорю с полной уверенностью, потому что знаю это, исходя из своей практики в том числе. Ну, не называя имен, фамилии, ведущие какие-то политики, да, Латвии, вы точно знаете, что обращаетесь, обращаются к вам или вашим коллегам, да? Или перед выборами. Когда перед выборами, наверное. Да, я это знаю абсолютно точно, в том числе у нас в Латвии, да. В таком случае, скажите, пожалуйста, как коррелирует ваше первое заявление о том, что в первые дни мая нужно ждать каких-то финансовых потрясений с только что прозвучавшим признанием? Вам что-то известно? Что-то в экономике Латвии планируется? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как бы интересно. Подождите, но это уже за рамками астрологии, да? Здесь мы уже переходим на... А вам что-то известно? Может быть, мне что-то известно. Но, послушайте, ну, во-первых, это не первая встреча такая с Солнцем и Ураном. У нас Уран вошел в 2018 году в знак Тельца, поэтому трясет нас уже с того самого момента. И первая встреча с Солнцем и Ураном произошла в 2019 году подобная, да? Поэтому, в принципе, мы в этих энергиях живем уже достаточно продолжительный период. За это время, ну, разве экономику не трясет? Ну, вот такой вопрос встречный. Конечно, трясет-то очень сильно. И, в общем-то, многие астрологи об этом предупреждали. Сейчас, конечно, астрологов обвиняют в том, что... Ну, вы же точно не сказали о том, что один китаец из полутора миллиардов пойдет и съест мышь. И ему поплохеет. И потом, соответственно, вот случится то, что случится. Нет, про китайцев вот конкретно про этого мы не знали. Но о том, что будет серьезное потрясение, конечно, да. Потому что астрология дает возможность всегда отмотать назад. Ну, за счет циклов планетарных. И очень многие астрологи, конечно, говорили о том, что у нас сейчас фактически повторение, допустим, там 1991 года. То есть, а что тогда было? Слово «перестройка». Вот сейчас у нас перестройка. Только такая глобальная перестройка мира. Ну, к слову сказать, и экономисты, и социологи говорят, что мы вернулись именно в начало 90-х. Так что, да, на самом деле все совпадает. А мы беседуем с Натальей Бушуровой, консультирующим астропсихологом, напоминаю. И скорее беседовали, потому что время нам показывает... Эх, это же можно было предсказать, в конце концов. Вот это можно было предсказать. А Наталья, огромное спасибо. Огромное спасибо за информацию, за интересную, а главное, легкую беседу. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. А я напомню, что далее в нашем эфире «Радиоболтком» будет программа «Без антракта». И на связи вот из Москвы будет театральный критик Алена Карась, председатель жюри премии «Золотая маска» этого года в драме. И впереди еще очень интересные гости. И слушайте «Радиоболтком». Радиоболтком.